Впервые заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов состоялось на базе Гродненского завода «Цветлит». Это производственное унитарное предприятие сегодня может полностью обеспечить строительный комплекс Беларуси регулирующей арматурой, предоставить всю необходимую начинку для энергоэффективных домов. Но качественная, доступная по цене продукция отечественного производителя зачастую остаётся на складах. А руководители строительных организаций и предприятий ЖКХ активно используют в работе детали импортного производства. Сегодня я больше продаю зарубеж продукции, нежели в республике. В то же время в республике продаётся огромное количество зарубежной арматуры. Но это же абсурд. Тратим валюту, а своей, посмотрите, вот вся, что здесь, 300 номинований продукции, она вся импортозамещающая. Проблемы были, но, похоже, вскоре забот добавится. В Беларуси аналогичное предприятие хотят построить иностранцы. А это, по мнению Сергея Ефременко, новая серьёзная проблема. Сегодня, когда обещанные китайские деньги, опять будируется вопрос. Но это же не только есть Цветлит. Есть ещё наш завод Гомель и Випра, который тоже выпускает арматур. Есть Новогрудский завод, который, ну, конечно, не такую номенклатуру, но тоже делает. То есть я один обеспечиваю полностью республику. Так зачем же нам ещё завод? Сегодня более 60% сотрудников Гродненского завода «Цветлит» имеют проблемы со здоровьем. Вопросы социальной защиты инвалидов, их реабилитации, занятости и трудоустройства, а также создания нормальных условий труда и отдыха, были обсуждены на заседании Республиканского межведомственного совета. Рассмотрим те вопросы, которые будут касаться разработки программы на 2016-2020 годы. Мы хотим её сделать комплексной программой, где нашло бы отражение и трудоустройства, и вообще работа с людьми, у которых есть проблемы по слуху, по зрению и в целом с инвалидами. Поэтому, ну, такое вот, на мой взгляд, масштабное такое заседание сегодня. Ну, я думаю, что оно пройдёт достаточно успешно. Вы видите, сюда приглашены ряд министерств, которые занимаются этими вопросами. Сегодня более чем на 100 предприятиях страны работают люди с ограниченными физическими возможностями. Коллектив Гродненского завода «Цветлит» надеется, что после того, как члены Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов посетили предприятие лично, количество нерешённых вопросов здесь убавится, а на смену им придут новые перспективы и возможности. Алла Вначко, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.